МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Производство олова, птицефабрика, ликероводочный завод. Какие еще производства появятся в Северном Казахстане? Где можно найти работу? Молочную ферму, дома и две новые школы построят в Таиншинском районе. Как изменится жизнь сельчан в этом году? 150 маленьких североказахстанцев живут с сахарным диабетом. С какими проблемами сталкиваются и как их планирует решать профильная ассоциация? В Североказахстанской области в ближайшие годы появится много крупных производств. Так в регионе реализуют проект по производству оловянных концентратов, возгонов олова и получения металлического олова за 120 миллиардов тенге. На предприятии трудоустроят 600 человек. Мощность объекта составит 11 тысяч тонн продукции в год. В области строится маслоэкстракционный завод за 15 миллиардов тенге, где наладят выпуск 300 тысяч тонн масла в год. Работу получат 217 человек. Еще 160 североказахстанцев планируют сотрудоустроить на завод по производству ликероводочной продукции. Его строят в регионе. А еще возводят птицефабрику мощностью 5000 тонн мяса в год. Еще один крупный проект, который находится на стадии строительства производства бумажной продукции, благодаря которому создадут 80 рабочих мест. Кроме того, в регионе хотят открыть завод электрощитового оборудования за 4 миллиарда тенге. Отмечается, что он находится на стадии проектирования. Между тем, кирпичный завод, который вошел в список крупных проектов, уже запустили. В его реализацию инвестировали 1,8 миллиардов тенге. В области продолжается реализация проекта по локализации производства немецкой сельскохозяйственной техники. А инвестор из России поможет реализовать второй этап проекта по производству вагонов термосов с увеличенной грузоподъемностью. Реализация оценивается в 12 миллиардов тенге. Реконструируют дороги, устанавливают уличное освещение и остановочные павильоны. В городе Таиншея приступили к благоустройству улиц. Улица Карла Маркса для местных рабочий поселок. Благоустраивать его начали еще летом прошлого года. Проложили новый асфальт и тротуар. В скором времени установят дорожные знаки, разметки и остановочный павильон. И приступали к таким масштабным работам здесь с советских времен, говорит Галина Пешихонева. Дом пенсионерки расположен вдоль этой улицы. К нам сын приезжает на машине. Он подъезжает. Сейчас хорошо, удобно. Раньше было плохо, потому что не заехать, не подъехать, ничего. В целом на благоустройство улицы выделили 666 миллионов тенге. Средства направили из республиканского и областного бюджетов. Работы планируют завершить в конце июля. Два года гарантии на все выполненные работы. То есть, если какие-то недочеты, это все по подрядчику будет устранять. Приведут в порядок в скором времени еще две улицы города. Сейчас местные власти разрабатывают проектно-сметные документации. Финансирование планируют получить из республиканского бюджета. Женаль Бесимбаева, Азамат Баймукан, МТРК. 8 миллиардов тенге инвестиций привлекли в Таиншинском районе за 4 месяца текущего года. Это второе место в области среди районов. Почти вся сумма инвестиций – средства предприятий, на которых расширяют производство и закупают новое оборудование. Запущена глубокая переработка пшеницы с получением биоэтанола на ТО «Биооперейшнс». Начали реализовывать проект по строительству селекционно-генетического центра на 1200 свиноматок. Всего на ЕМС «Агро» сейчас 55 тысяч голов свиней. В июне планируется расширение свинокомплекса до 200 тысяч голов, а в 2025 их будет полмиллиона. Также в районе у нас действует птицефабрика «Исильская ПТФ». Значит, за 5 месяцев произведено у них более 57 миллионов штук яиц, мяса более 211 тонн. В первом квартале было завезено более 80 тысяч суточного молодняка птицы из Российской Федерации. До конца текущего года планируется завод суточного молодняка в количестве 241,5 тысяч голов. Каждая пятая корова в Таинжинском районе племенная, если верить статистике Руслана Анбаева. В этом году начали строительство молочной фермы на 400 коров. Сейчас в районе молоко производит 7 свинокомплексов. Средний удой на одну фуражную корову по фермам района составил 5300 литров. Создано два племенных репродуктора мелкорогатого скота в прошлом году. Это то каратумар на 3,5 тысячи голов и то шугалал тогда на 3 тысячи голов. Оба товарища завезли поголовье баранов более 3 тысячи дельбаевской и казахской курдочной грубошерстной породы. Сегодня количество их поголовья на сегодняшний день составляет более 7,5 тысяч. Это финансирование было данных проектов профинансировано в рамках комплексного плана через СПК «Солнцестойка». По развитию промышленности таинжинцы на первом месте. Они вдвое увеличили производство муки и крахмальных продуктов. Втрое – выпуск кормов для сельскохозяйственных животных благодаря запуску комбикормового завода. На четверть выросли объемы производства мясной продукции. Но при этом снизился выпуск растительных масел и жиров из-за простоев на ТО «Таиншамай» всего пандемийных ограничений. А из-за проблем с поставками сырья начались проблемы в производстве пластиковых труб ТО «Кокши Техстрой». Снижены объемы горнодобывающей промышленности за счет нестабильной работы ТО «Обуховский ГОК». Что касается дорог, в этом году в Теншинском районе отремонтируют около 150 километров полотна. Основным источником водоснабжения района является Булайский групповой водопровод, скважины, колодцы. Общее количество централизованного водоснабжения – 22 объекта. Из них пяти водоснабжения без Булайского группового водопровода обеспечены 13 населенных пунктов. Я хотел бы сказать, что по водоснабжению мы единственный район в области, который в малом количестве имеет возможность подключения к центральному групповому водопроводу. В текущем году отремонтируют кровлю Ильичевской основной школы. Жители села жаловались, что крыша не выдерживает. Во время дождя классы затапливает. На ее ремонт выделили 71 миллион тенге. Будет продолжено строительство Вишневской средней школы. И разработано ПСД на возведение школы на 600 мест со смешанным языком обучения в городе Таинше. Учебное заведение обойдется в 2 миллиарда 610 миллионов тенге. Автомобиль марки «Тойота» остановили полицейские на пересечении улиц Набережная и Хименко. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда, 43-летнего горожанина арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет. С начала года на дорогах области задержано 456 нетрезвых водителей. Зарегистрировано 8 ДТП, которые произошли по вине пьяных лихачей. В Петропавловске с начала мотовелосезона на канал 102 поступило почти 3 сообщений по фактам различных дорожно-транспортных происшествий. В том числе 6 ДТП с участием мототранспорта, столько же наездов на велосипедистов, 8 ДТП с участием пешеходов. С наступлением лета, когда на дорогах не только значительно увеличился автотрафик, появилось много мотоциклов, скутеров, велосипедов, самокатов, а также юных пешеходов. Вероятность аварий возрастает. На встрече с руководителями городских мото-клубов полицейские призывали не только строго соблюдать все правила дорожного движения, но и своим примером демонстрировать начинающим водителям культуру вождения. К слову, опытные байкеры с пониманием относятся ко всем подобным требованиям. Чего не скажешь о некоторых начинающих водителях двухколесного транспорта, порой легкомысленно относящихся к собственной безопасности и окружающих. Выставку под открытым небом организовали стражи порядка в преддверии празднования 30-летия Дня казахстанской полиции. Вот это патрульная машина, которая ведет круглосуточный дозор улиц города. Изнутри автомобиля оснащен современной системой видеорегистрации. Запись ведется изнутри, спереди и сзади. Также две камеры имеются на груди у полицейских. Здесь имеется и громкоговоритель, с помощью которого полицейские предупреждают нарушителей. Ознакомиться с транспортом также детально смогли и североказахстанцы. Особый интерес полицейский автомобиль вызвал у детей. Садились ребята за руль патрульной и пробовали посигналить. А взрослые тем временем фотографировали забавы детей. Внимание гостей привлекли и стеллажи с оружием. Ребята подержали настоящие автоматы в руках, представляя себя полицейскими. А кто-то тем временем смотрел полицейскую экипировку и знакомился с работой рации. Другие же изучили орудия криминалистов. Вот так вот прислони. Сейчас у тебя в кармане что-то есть металлическое. Я потрогал оружие. Тут еще можно посмотреть, как полицейские работают. Я смотрел фильм или кино про полицейские. Сейчас у меня получилась всю возможность увидеть вживую. Мне больше понравилась пушка, граната, и вот эта радиость, которую там в наушнике одеваешь. В будущем я стану полицейским. Перехватил дух ребят из Центра оперативного управления. Здесь на экранах высвечивается вид с более чем 400 камер города. Ребята на мониторах пытались найти свои дома. Довольно остался каждый ребенок. Мне понравилось, что камера видеонаблюдение, что там почти уже нашего дома есть. Я увидел здесь весь город. Мне сегодня нравится эта экскурсия. Весь город будет на ладони. Выставили полицейские 10 единиц техники, а подразделения департамента подготовили свои выставочные столы. Здесь представлены все службы, ведущие департамента полиции. Оперативно-коммунистическое управление, Центр кинологической службы, строевые подразделения патрульной полиции. Представлен весь служебный автотранспорт на сегодняшний день, который используется сотрудниками департамента полиции для выявления нарушений, пресечения правонарушений и борьбы с преступностью. Основная задача, пожалуйста, охрана общественного порядка. Целью мероприятия стражи порядка называют обычное знакомство населения с работой полицейских. Возможно, кто-то задумается выбрать охрану правопорядка в качестве профессии. Гюзель Закарья, Азамат Баймукан, МТРК. Вот сейчас сахар 19,9. Ну, это в связи с тем, что, конечно, ребенок поел сладкого сейчас немножко. Неважно где, на прогулке с друзьями, в школе или дома проводят эту процедуру в любое время. Измеряет уровень сахара в крови девятилетняя Софья Зырянова уже самостоятельно. Прокалывает палец при помощи острой иголочки. После тест-полоску с капелькой содержимого помещает в измерительный прибор. Он и определит, какую дозу инсулина необходимо ввести. И помпа уже сама рассчитает. Но, к сожалению, у нас активный инсулин в крови есть. Поэтому сейчас нам коррекцию поставить не удастся. Маленькое портативное устройство Сони поставили в полтора года. Саму болезнь подтвердили несколькими месяцами ранее, когда малышка впала в кому. Тогда уровень сахара в крови у нее был не меньше 36. На этом трудности в семье Зыряновых не заканчивались. Шли годы, а вместе с ними появились проблемы с определением Софии в детский сад, а далее в школу. Сложность была с садиком. Это было связано с тем, что в садах нет образованных по диабету людей, скажем так, медсестер, которые бы могли замерить сахар, поставить инсулин. Поэтому приходилось утром ребенка кормить дома, в обед идти мерить сахар, ставить инсулин. Следовательно, это же делать и на полдник. Ну, естественно, работать я не могла. До семи лет вот сидела с ней дома. Морально поддерживала Анну, созданное ею сообщество «Мам», чьи дети также страдают сладкой болезнью. Сначала в группу вошло небольшое количество человек. Сегодня тенденция увеличилась. Каждый день в сообщество вступает по несколько североказахстанок. На данный момент число детей с аутоиммунным заболеванием достигло 150. Сплотившись, они создали первое в стране общественное объединение людей с сахарным диабетом. Поддерживает их и Республиканская диабетическая ассоциация. Это позволит уже объединенными усилиями решать различные проблемы, потому что существует огромное количество проблем как медицинских, скажем, с аутоторным лекарственным обеспечением, с нехваткой специалистов в регионе, именно детских эндокринологов, так и социальных проблем, потому что очень часто детям с сахарным диабетом первого типа отказывают в дошкольном обучении в детских садах, рекомендуют очень часто детей переводить на домашнее обучение в школах, и поэтому вопросы социализации этих детей очень сложный вопрос, который в том числе диабетическая ассоциация помогает решать. В планах у ассоциации открыть в одном из детских лагерей региона специальную группу для детей с сахарным диабетом. Будут там и эндокринологи, которые в нужный момент сделают все необходимые процедуры. Всего в стране с аутоиммунным заболеванием живут свыше 400 тысяч человек, чуть больше одного процента – это дети. Пенсионеры в Казахстане получают в среднем 105 тысяч тенге. Это данные Министерства труда. Также ведомство сообщает, в апреле текущего года из республиканского бюджета выделили 234 миллиарда тенге на пенсионные выплаты. Всего в Казахстане насчитывается 2 миллиона 200 тысяч вышедших на заслуженный отдых. Питание, проживание и обучение бесплатные. Жизнь студентов областной специализированной школы-интерната-колледжа Олимпийского резерва с первого взгляда не имеет изъянов. Однако это далеко не так. Нурсултан Байназар делит комнату еще с семью ребятами, среди которых есть и школьники. Надеется, что в скором времени дадут комнату в новом общежитии. Сейчас мы живем вместе с учениками. Думаем, что в скором времени у нас появится общежитие. Многие сокурсники снимают квартиры или живут у родственников. Это приносит неудобства. Если общежитие достроится, то у нас будет четкий спортивный режим, который поможет нам быть в форме. А еще будет больше желающих поступить в колледж, что будет поддерживать конкуренцию среди учащихся для достижения побед. Сейчас в учебном заведении есть 250 коечных мест, 99 из которых занимают студенты. Они делят комнаты с юными спортсменами. Дело в том, что колледж начал функционировать в 2019 году. И создать условия пришлось уже из имеющихся возможностей. Получается, в 2019 году мы осуществили первый набор студентов. Специальность физическая культура и спорт. В данное время у нас обучается 370 человек. Проблема есть. Мест не хватает. Некоторые студенты у нас живут на квартирах, снимают квартиры. Но некоторые, если городские, естественно, они тут в общежитии не проживают. Сейчас строительство общежития завершено лишь наполовину. При сдаче объекта оно разгрузит комнаты в школе-интернате. Появится 244 дополнительных коечных места. Работают на площадке около 70 человек. Приступили к строительству в августе 2021 года. В данный момент производим работы. Монтаж 8 этажа, монолитные работы, подготовка. Закончили монтаж 7 этажа и провели монолитные работы. Кладка 5-6 этажа. Внутренние работы производится сантехника по подвалу. Первый, второй этаж – монтаж гипсокартоновых стен. Завтра заходят электрики. Строят общежития из отечественных материалов. Плиты приобрели у местного товарищества «Зертео СК». Остальное привезли из столицы. Планируют сдать объект до конца года, в крайнем случае в начале 2023-го. Проект обошелся в 1 миллиард 38 миллионов тенге. Гисель Сакария, Александр Янцин, МТРК. В селе Городецком района Шалакына перед Домом культуры собралось много мальчишек и девчонок. Ребята с нетерпением ждут артистов областного театра «Кукол», которые приехали к ним из Петропавловска. Через некоторое время началось долгожданное представление. Артисты приехали в гости к юным сироказахстанцам, чтобы показать спектакль сказки. Главный герой раздавал советы лесным зверям. Но вместо того, чтобы говорить им правду, обманывал их. Поздравляем! Аплодисменты, улыбки, восторг. Сельским ребятам очень понравился спектакль. Артисты областного театра «Кукол» подготовили для них еще игры и творческие задания. Самые активные получили подарки. Мы все вместе игрались. И еще я участвовала в конкурсе и получила приз «Пластилин». Мне понравились персонажи. Это лисичка, собачка и бучок. Сосемь артисты театра посетили село Аканбарак. Здесь, на центральной площади, собралось много людей, которые пришли на концерт, приуроченный к году детей. Сейчас государство уделяет огромное внимание детям. Проводятся различные конкурсы, проекты, акции, туристические слеты, программы, направленные на комплексное развитие детей и молодежи. На эти цели государством выделяются большие финансовые ресурсы. На ближайшие три года по нашему району в рамках проекта «Аул Ельбесыга» запланированы ремонты 14 объектов образования. По линии партии «Аманат» предполагается обновление компьютерного парка. Также выделены средства на приобретение новых кабинетов, на обновление школьной мебели, на приобретение учебников и художественной литературы. Порадовать сельчан приехали артисты областной филармонии. К сожалению, из-за погодных условий концерт длился недолго. Победа на местном поле. Футбольный клуб «Козылжар» одержал победу в товарищеском матче против командок «Жетпес» из Кокшетао. Матч завершился со счетом 3-0. В этой встрече отличились Тимур Мульдинов, Юрий Бушман и Евгений Козлов. Теперь в очередном туре чемпионата страны все-казахстанские спортсмены сразятся с клубом «Шахтер». Игра состоится 19 июня в Караганде. А 26 числа на стадионе «Карасай» наши футболисты встретятся с Костанайским клубом «Табол». Костанайским клубом «Табол»